Вейкап, с вами Вовочка Кэс. Хабиб Нурмагомедов назвал Моргенштерна грязью. Студент из МГУ поменял свою машину на футболку. А инстасамка не прошла детектор лжи. На данном моменте хочу посоветовать всем, дорогие мои, кто еще не подписался, подпишитесь и нажмите на колокольчик. Так вы будете в курсе интересных новостей. Ставьте лайки, мои хорошие. Не забывайте ставить дизлайки, они нам очень нужны. Пишите комментарии, знакомьтесь в комментариях. Приятного вам всем просмотра. Кстати, ребят, прикиньте, у меня на Алике золотой статус. На секундочку. Я почти каждый день там что-то заказываю. От носков до смартфонов. Есть такая секретная фишечка на Алиэкспресс. Когда продавцы только открывают свой магазин, они продают свои товары за копейки. Конечно же, чтобы получить отзывы и подняться вверх в рейтинге, есть блогер, который находит такие халявные вещи и выкладывает на телеграм-канал Али даром. Прямо сейчас, чтобы не забыли, подпишитесь на него. А сейчас расскажу, что именно там. Там ты можешь найти смарт-часы за 220 рублей, колонку всего лишь за 300 рублей, электросамокат за 1900, кроссовки за 280 рублей и очень многое-многое другое. Товар очень быстро раскупают, так что успей затариться. А ссылочку на этот полезнейший телеграм-канал я оставил в описании под видео. Подписывайся обязательно. Инстасамку в очередной раз улечили во лжи. Даша посетила шоу Басты, где отвечала на вопросы зрителей. Острые вопросы маме русского рэпа Инстасамки. У нас в гостях сегодня Инстасамка. Аплодисменты! Вначале она заявила, что ее действительно облили зеленкой, и это никакая не постанова. Только что ко мне подбежал какой-то человек, и возле офиса вылил на меня зеленку, блядь. Вы нормальные, блядь, вообще. Говорят, что это ты сама себя облила. Может такое быть или нет? Нет, меня облили зеленкой возле офиса. Облили и убежали. Но в конце детектор лжи показал, что это ложь. История зеленкой постановочная? Нет. Это неправда. Также Самка заявила, что сейчас она бы не извинялась за ложь с ограблением квартиры. Сука, я имею 4 миллиона рублей, нам не сбили. Просто так пиздеть. Я извиняюсь и каюсь перед каждым, кто переживал за нас во время абарии, во время ограбления, вот этого вот всего, мы заигрались. Я тебе могу сказать, что я пиздела, когда извинялась. Я не знаю, почему я начала извиняться. Если бы сейчас это произошло со мной, я бы, наверное, нахуй всех послала. А вот Баста получил немало дизов и хейта за такого великолепного гостя. Пишут, как такой артист, как он, мог опуститься на такое днище. Что скажете? Сотрудничать с принцессой Дашей это дно? Студент из МГУ поменял свою Тойоту Королу на футболку Биг Ди Клаб. Я как хочу в клуб. Добро пожаловать. Футболка является эксклюзивным мерчом закрытого клуба. Она якобы дает пропуск на все мероприятия этого сообщества. Участниками клуба являются Бустер, Даня Милохин, Сквозь Баб, Эльдар Джарахов, Мелстрой, Янис и другие. Недавно такую футболочку купил модник из Москвы за 170 тысяч рублей. Это футболочка. Что написано? Биг Ди Клаб. Биг Ди Клаб? Да? 170 тысяч я за нее дал. За футболку? Да. В смысле, она сток стоит или это на ресейле? Я на ресейле взял и там лимитировано типа все очень. Что скажете, стоит ли она того? На днях российский боец Александр Шлеменко высказался против Моргенштерна. Посмотрев на него, я понял, что это просто черт. А проще сказать бес. Понимаешь? С пентаграммой на лице плюс какие-то три шестерки. По его мнению, его треки прививают неправильные ценности. Ценности Хабиба для меня намного ближе, чем ценности, которые пропагандируют эти люди. Нам предлагают, как мужчинам сейчас нормально закрывать глаза, как три шестерки тип нам поет на сосало, пересосало и засосало. Это нашим девушкам предлагают. Александра поддержал Хабиб Нурмагомедов. Он считает Моргенштерна грязью, которую нужно очистить с экрана. Хабиб согласен, что ценности поменялись. И самое страшное, это влияет на детей. Вы вообще за кого? За Моргенштерна или же за бойцов? Ребят, обязательно посмотрите предыдущий выпуск. Он набрал сумасшедшее количество просмотров. Оно очень интересно. Ставьте лайки на него, ставьте дизлайки. Подписывайтесь, жмите колокольчики. И конечно же, конечно же, всем пока!